Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 20 августа 2021 года. Но часа три, как прошел дождь в Анапе, очередной ливень. Это улица Крестьянская. Пересечение с улицей Шевченко. Вот как здесь у нас плывут автомобили. Пешеходы тоже плывут. Но вот на велосипеде только можно вот так вот проехать. И то, и то это надо уметь. Да, здесь вообще перейти невозможно. Сейчас, друзья, я поеду на улицу Гребенскую. Посмотрю, как там центральный пляж пережил этот ливень. Вперед! Ну вот я уже на Гребенской, на перекрестке с Горького. И здесь, конечно, тоже, если по той стороне еще можно пройти по пешеходному, то здесь вот только вот так вот вброд, как сейчас вот идет вот эта семья. Ну, в городе все равно оживление, потому что солнце, небо голубое. И сейчас посмотрим, как там в районе пляжа дела обстоят. Тут воду из двора. Откачивают прямо вот на дорогу. Ну, а куда еще? Ливневки-то нету. Вот я переехал на другую сторону. Здесь поменьше людей. И поэтому тут можно на велосипеде проехать как-то получше. Ну, торговля идет, хотя народу особо людей не видно. На этой стране почему-то мало людей. Сейчас я нахожусь у аквапарка Золотой пляж. Тут тоже вот есть вода. Вот она так здесь течет. И там вот прямо бьет фонтаном. Так что обстановочка вот такая здесь. Здесь вот возле аквапарка и непосредственно перед входом на центральный пляж тоже нанесло всякой гадости. Тоже вот из канализационного колодца бьет фонтан. А там видно, что потоки были большие. Принесли вот эти вот какие-то знаки, ограждения какие-то там. Вот там все это вот за цепь зацепилось и стоит. Но мне даже не хочется в эту гадость заезжать. Поэтому я, наверное, буду сейчас обходить где-то в другом месте. Вот так вот выглядит Гребенская. Конечно, запах стоит специфический. Понятно. Пахнет нечистотами. Тут все, вся вот эта ливневка переполнена. Но наружу не выпирает. Ну а здесь тоже вот вход на центральный пляж. Вот такая тут картина. Настоящий потоп. Вот люди вот так перебредают. Ну а я сейчас поеду. Вот там вот есть пандус. Ну вообще как-то не хочется здесь тоже заезжать. Где я, наверное, поеду просто по аллее. Вот так вот работники выгоняют вениками воду. То есть, опять же, здесь вот нужно как-то думать, как эту воду отсюда убирать. Тут тоже канал надо прорывать, выходит. Вот все здесь гонят. Вот так вот. Все вениками, вениками, вениками друг к другу перегоняют эту воду. Ну а здесь вот, наконец-то, путь к морю открыт. Вот вода только частично. Пляж работает. Люди загорают. Но флаг красный говорит о том, что купание запрещено. Я удивляюсь, конечно, что людей все-таки очень много. Несмотря на то, что, ну, вода визуально мутная. И то, что в воздухе стоит такой стойкий запах, запах нечистот. Потому что сейчас со всего города все это стекает в море. Но понятно, что люди приехали, и они как-то должны оправдывать свои затраты. Купаться, загорать, делать фотосессии на память себе. Но что делать? Ну вот не повезло им. Здесь тоже, вот видите, все размыто. Большой достаточно участок размыт потоками. Ветерок. Ну, ветерок теплый. А флаги, вот там вот видно, что флаги красные. То есть купание запрещено. Здесь решили почистить ливневку. Вот она вот туда уходит. Но тут тоже все заболочено. Ближе к канапке. Достаточно сухо. Тут даже последствия сегодняшнего ливня не видны. Все утекло. Работает парк динозавров. Люди сидят в кафе. Пахнет шашлычками. Парк птиц кокоду. Дом страха. Все работает. Продолжаю свое движение туда, к Анапке. Посмотрим, как там на пляже у Анапки дела. Ну вот так вот выглядит вертолет летит. Наверное, может быть, кто-то из начальства смотрит, как там дела обстоят с затоплением. Ну вот течет река Анапка. Грязная, конечно. И сейчас много информации, что река черная смотрится с высоты птичьего полета. Заилина. Ну, как я уже говорил, что в целом пляж здесь у реки Анапки не пострадал. Вся инфраструктура работает. И люди сюда идут. Я въехал сейчас на мосток через Анапку. Вот так это все выглядит с моста. Ну, для сравнения. Только что я был на центральном пляже. Там, конечно, народу очень много. А здесь никого. Еду свободно. Хотя лежаки расставлены. То есть пляж принимает людей сюда для отдыха. Кукурузу сегодня не продают. И вода, полоска воды здесь такая... Если на центральном она серая, здесь она такая черноватая. Это действительно, наверное, вот от воды, которая сюда впадает из реки Анапки. Ну, волна достаточно высокая. Но люди, конечно, купаются. Но не надо забывать, что влаги красные. И купание запрещено. А вот и продавец кукурузы пришел. Открывает свое хозяйство. Вот она, Анапка. Что, дохлую рыбу нашел? Да мы ее с очком поймали. А, поймали с очком? Да. Молодцы. Купание запрещено. Красные флаги почему-то разрешили катамаран взять. Катамараны здесь стоят. Вот люди взяли. Но это же опасно. Тем более с детьми. В прошлом году был несчастный случай тоже. Эх, люди. Правильно сказал Гоголь. Не любит русский народец помирать своей смертью. Да. да тут вот как-то вода двухцветная половина реки черная половина грязная ну вот друзья это мой был такой репортаж вылазка к морю мне было интересно посмотреть на улицу гребенскую как она после ливня мы все это видели посмотрели пляжи центральный посмотреть пляж возле анапки и я свою сегодня задачу выполнил которую себе ставил кому понравилось это видео поддержите лайком подпишитесь на мой канал нажмите колокольчик и все эти дела которые нового бы обычно нужно сделать чтобы быть в курсе дела канала и того что творится в анапе времена у анапы тяжелые но мы их переживем и все будет хорошо пока пока